друзья всем привет сегодняшнем видео еще раз хочу затронуть такую тему как оклейка защитными пленками лакокрашенного покрытия также пластика надо или не надо клеить давайте обсудим сначала лакокрашенное покрытие защищать лкп машины пленками надо вы купили автомобиль представьте дано там 357 лет и для того чтобы автомобиль оставался в первозданном виде на долгое время его нужно действительно нужно прям важно защищать его пленками ноги вам дадут защиту от царапин дадут защиту от сколов придут гидрофобные свойства автомобиль будет легче обслуживаться и исключить такую необходимость как полировка то есть не нужно там раз год раз два года полировать автомобиль просто необходимости не будет такой соответственно как бы автомобиль будет вас радовать вы будете наслаждаться тем что у вас мама машина всегда как новая это вот прям радость такая для человека смотреть на свою машину есть такое такое выражение если вы уходя от автомобиля не оборачиваетесь не смотрите на него то это машина не ваша вы не любите свой автомобиль и сейчас давайте поговорим по пластике да моё сугубо личное мнение я его никому не навязываю вот этого делать категорически не нужно да как бы оклеена все с подворотиком все хорошо все здорово кстати я забыл сказать что основная задача пленки на кузове не только защищать да но и никак не выделяться посмотрите автомобиль оклеим пленкой нигде она себя никак не проявляет нигде ничего не торчит все вещи все точнее края завернуты обязательно пленка себя не проявляет никаким образом это важно теперь давайте вернемся к пластику тут тоже все завернуто ничего нигде не отходит и надо отметить что пластик чтобы оклеить да его проходят праймером праймер это некий клей так как к этому пластику нифига не приклеивается потом когда будут сдирать пленку когда правда я не знаю это должно произойти когда человек захочет снять пленку останется праймер вот видите это праймером проходили мастера и немножко лишнего зашли сюда потом не смогли завернуться и теперь здесь березость вот это осталось так вот это так и останется теперь посмотрите на вот это произведение искусства как это все отвратительно выглядит и надо еще сказать что пластик сам изначально сделан с эффектом грубо говоря там антицарапин он в принципе не царапается так чтобы прям нужно было брать и защищать это все и вот каждый день подходя к автомобилю вы будете видеть вот это вот я не знаю как это кого это может радовать не ну может кого-то радует конечно но убожество убожество блин ну честно это знаете это некое мещанство такое пить и есть из надколотой треснувшей посуды когда у вас там серванти стоит дорогой сервиз на важный день живите здесь и сейчас наслаждайтесь этим сейчас наслаждайтесь состоянием своего автомобиля сегодня каждый раз когда вы садитесь за руль да и потом что вы сдерете пленку когда будете продавать машину и скажете вот братан я тебе машину пластик сохранил ничего там сложного страшного не произойдет в принципе даже если что-то и произойдет эта деталь это не кузов который будет ржавеет там или надо будет перекрашивать это деталь легко покупается новое и ставится если уж там что-то страшное произошло и плюс на сегодня есть множество технологий восстановления пластика ну и повторюсь пластик то в принципе не сказать чтобы царапается ну вот машина прошла достаточно большое количество километров здесь ничего не заклеена ну сравните да вот вот это что-то такое страшное и вот пластик здесь еще хозяин оставил до сих пор родную транспортировочную пленочку но это как бы на любителя все пластик целый никаких тут бешеных царапин нет на этом у меня ребят все решайте сами нужна эта услуга или нет но мое мнение это некрасиво некрасиво спасибо